Представляю всем. Как уже говорилось выше, что перфортомия, как многие директивные вмешательства, сопровождаются рядом с хождением. Остальные, которые у них нет, это подсечение и перфорация. Частота перфораций при конинскопии колеблется от 2 до 6%, от 0,2 на 6, но может быть и выше. Основная масса перфораций происходит в рептоседьмой одном отделе. В большинстве случаев перфорации происходят в результате технических погрешностей и методических. Существуют, как уже говорили коллеги ранее, различные методики и техники выполнения фоллипптомии при конинскопии. Выбор зависит от размеров и форм основания фоллиппа и также местного расположения. Некоторые фоллипповительные образования являются труднодоступными и ретрофлексия может облегчить эндоскопическое удаление фоллипа в сложных местах плоско-пешке. Положение ретрофлексии, размер образования и объем предстоящей манипуляции оцениваются более объективно. В ряде случаев гистологические исследования удаленного фоллипптомии показывают высокую степень дисплазии и наличие на ТАД как сном инсиду. Что можно сказать, что это оправдывает незначительный риск перфорации при ретрофлексии толстой кишки, но так как перфорация может быть успешно устранена эндоскопическим. В предоставившем муане клинический случай больная 79 лет находилась на лечении городской больницы Святого Георгия в мае этого года. Пациентка поступила с диагнозом полип прямой кишки для лечения. С сопутствующих заболеваний у нее были на подходящие ободочные кишки, состояние после правосторонних гимиколокитаминов от 13-го года и дивертикулезы сегмовидной кишки. При полоноскопии был найден полип в ретрофлексии сегмовидном отделе на широком основании розового цвета размером до сантиметра. Поверхность от лечения. Вот мы видим полип в прямой проекции, пытаемся сделать лифтинг. Не очень он полностью хорошо визуализировался и уже в положении ретрофлексии так же продолжаем. Удаление полип из камин. Значит, в видео есть вот эта прямая проекция. Это уже состояние ретрофлексии, затягивание петли и непосредственно само удаление полипа. Затем при контрольном осмотре на 17 см от ануса имеется линейный разрыв. Он где-то на 5 см выше непосредственно места удаления самокополипа. Разрыв до 1,5 см, он проходит вдоль длинника кишки, распространяется в последствии и, возможно, мышечный слой кишки. Спадение просвета при инфляции не происходит. Кровотечение незначительное. Но поскольку оценить и уточнить глубину разрыва не представляется, возможно, было принято решение. Энтископические с целью герметизации наложительной пульсии на стенку кишки. При обзорной рентгенограмме имеется хордеократный газ. Кациентке была назначена антибактериальная и геностатическая терапия. Значит, в раннем послеоперационном периоде наблюдается незначительный подъем лейкоцитов и также подъем температуры до 38 градусов. Объективно, пациентка жалоб не предъявляла. Живот был мягкий, безболезненный, перистальтикоактивный. На седьмые сутки после удаления пациентка была благополучена. Ну, что могу сказать, что, в принципе, ретрофлексия является полезной технией как диагностики, так и в лечении различных науклозий. При выполнении ретрофлексии следует избегать чрезмерных усилий. И также для выполнения, хорошо, чтобы был выбор аппарата с наименьшей жесткостью и наименьшим радиусом раковой шейки. При отсутствии аппарата, варианта может быть выбором, и для сосангострастоя. Также, что еще хочется сказать, что, в принципе, саму ретрофлексию, да, надо проводить в стандартных положениях это в слепой кишке, в печеночном углу и в прямой кишке. Ну и, учитывая на противопоказания и выше то, что коллеги предыдущих говорили по поводу различных осложнений, тогда, если все это будет взвешено, в принципе, ретрофлексия может быть даже и полезна. Все? Спасибо.